Ну ты будешь с палкой ходить или такой, знаешь, тыкать перед машиной с сапога? Ну, поехали! Да ну нафиг, а! А тебе грело бы выйти с палкой и тыкать? Так, для начала, всем здорово, мы хотим честным способом, без трактора на этот раз, попробовать выехать, но пока без результата, чтобы появлялись, сегодня опять же третий день, второй час здесь находимся, у нас кузов передавил провод плюсовой, коротыш, сейчас кузов немножко приподняли, провод оттуда вытащили, аккумулятор полностью разряжен, ну чё, а дальше вы сами все знаете подкрасно. Короче, давай здесь опускаем, так же жопу приподнимем, ну, во-первых, клемма тут уже, я предлагаю массу снять в кузове, клемма нормальная закрепить, пока вот он поднят, именно ключом, и дальше уже, как ты говоришь, давай массу тянешь, давай хотя бы просто сейчас донедем машину, давай, кто-то держит просто клемму, кто-то заводит, ну всё, я не про это и говорю, попробовал хотя бы, если сейчас нет контакта, сейчас, если он разряжен, то. Просто разряжен, да. Видишь, он сейчас по чуму поехал, вперёд, на тяг, нет, потому что мы вчера Гелик его чуть-чуть назад задёрнули, и вот эти вот 20 сантиметров, сейчас просто немножко проехал вперёд. У нас тут цыренька стоит, Коль. У меня бэха. У него бэха ещё стоит, пожалуйста. Ставь в кунг, говорили они. Ставь в кунг, говорит, вообще, говорит, так поедет машинка хорошенько, хорошо, блин. Ну, что-то с кунгом ещё сложнее на машине есть. Не, это просто такая поверхность, Коль, это реально болото. Ну, что, всё, сдаёте? Вы сдались? Да. А? Да. А если, допустим, вокруг бы не было бы никого вообще, и ты там в тайге? Ну, представь. Да что, оставил бы шубу, пошёл. Жизнь дороже, просто жизнь дороже. Конечно. Велика села и въехала. Ну что, звонить? Не звонить. Всё равно бывают такие моменты в жизни, когда требуется помощь посторонних. Я чё переживаю, что не каждый сюда поедет? Для понятливости мы сейчас находимся на болоте. Вот там, где вот этот берег. Там ещё более-менее. Как только деревья начинаются, и вот это всё топит. То есть, возможно, что здесь тоже так же детенька будет садиться. Если шишка такая же приедет, то не факт, что она доедет. И, наверное, для понятливости ещё, как можно охарактеризовать наши всё вот эти действия. То есть, не всё попадает на видео, да, там краты, там чопики, побежал, дрова какие-то там, пилишь, чтобы уместилось всё это, забиваешь под колёсу кувалдой. И это равносильно тому, как вот я частенечко армию вспоминаю. Вот я, допустим, там вот служил, ну, всю жизнь реально запомнил всё вот просто. В этом каждый день был разный. То есть, не было такого, что я там каждый день занимался чем-то особенным и одинаковым. То есть, постоянно наряды, поля, стрельбы, учения, пожары. Ну, кто знает, кто знает, что такое. Я, допустим, был в артиллерийской батарее, и получилось так, что у нас были вот эти пушки. По-моему, он Нонна-2Б назывался. Нельзя говорить, да? За неразглашение. Вот, я этим был заряжающим. Ну, механик-водитель, заряжающий там, ну, всё было, всё делал. И получилось так, что, допустим, приезжаешь в поля, и вот примерно такое уже поле, и там сразу с ГТТ-шки вылезаешь, там, давай, 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 стройся, блядь, да, вот это всё, кипиш начинается, и нужно было вот эту пушку вкопать. И, во-первых, станины вкапываешь, да, чтобы не было отдачи, чтобы она не уезжала. И дальше нужно сделать ограничитель. То есть, идёшь, влез, пилишь вот такие вот столбы. Ну, представляешь, как он сейчас здесь? Иди, столбы найдите, вот, да? Пошёл, столб нашёл, вот такой вот толщины примерно ставишь, опять же, вкапываешь всё это туда, делаешь ограничитель для того, чтобы, мало ли, ты начинаешь стрельбу, и чтобы лево-право пушка никуда у тебя, ну, не сгинулась, то есть, для безопасности делается. Ну, понял, да, ли, что это? Приходит проверяющийся, подпунул, знаешь, она у тебя шатается. Заново пошёл, короче, ну... Но я, как бы, здесь вообще трудности не вижу. Что? Ну, вот у нас застава была на дровах. Чтобы ты понимал, у нас дровяник был, ну, примерно с футбольное поле. И заставе было, там, 50-60 лет. Ну, вот, вокруг просто леса не было. То есть, это не город, это нормальный лес, там, был раньше. И вот на вышку залазишь, когда, там, в часового стоишь, и вокруг только, знаешь, эти островые трелёвочников стоят. Ну, там, в одном месте, в другом месте. И был такой момент, что, ну, не хватило дров, да, весной. Вот пилили по три метра и таскались. Ну, два человека понесли, потом приносят и ещё раз пилит. Надолго застряли, я так понимаю? Ну, да, а что? Вам что-нибудь пожевать-то оставить? Да ну, не перестань, не полься. Нет, ну, там, полпасы, сыр. Да, ну, перестань. Ну, мы же здесь не ночуем, мы сели и гели... От подписчиков из Питера, наверное. А вы из Питера? Да. А что здесь, просто гуляете? Ну, вообще, на Терибер подвигаемся. А нормально сидите? Зоехали посмотреть, да, здесь, заночевали сегодня. Да, ну, удачи тогда. Спасибо огромное, и вам удачи. Спасибо. Счастливо. Ну, сейчас, если бы я был в армии, я бы не отказался. Миша ничего не сможет помочь, он на рыбачий уехал. Всё, Дим, всё, Дим, будем искать, будем искать. Всё, я тебя услышал. Давай, пока, спасибо. Давай. Ну, чё, пошутили, поржали, давай их дать. А есть, да-то? Ну, ты записал тогда. А ты можешь и налево позвонить? Ай, чё он сейчас? Нет, он сказал, у него в друзьях есть какой-то Миша, какой-то там, вот здесь он. Ну, это есть, я у меня дома записываю. Кира-страктор 3000, Миша Кабаян, трактор Зил, трактор Жени Кира с перевозкой, анициандр начальник СМТО, трактор, ехал за трактором, трактор и страктором. Да я просто в поиске Билл-трактор. Он нам уже, кстати, нас выручал, он же в том году у нас так же выказан. Алло, добрый день. Вопрос такой, вот, просто в том году, помню, выручали меня с трактором, вот здесь за Тирвусом, вдергивали, а сейчас нет такой возможности случайно? Вообще, вот, здесь третий день машина стоит, ГАЗ-66, прямо за перевалом ехать вообще никого не нужно, вот прямо за перевалом, села в болото. Ну, вообще, не знаю, может, какие-то контакты, кому вообще, обратиться, позвонить у тебя сейчас здесь нахожусь. У меня просто сейчас всё в работе, уехала работать, не здесь, не это, не в Кировске. Сейчас я перезвоню сейчас. Хорошо, хорошо, спасибо. БМВ, давай просто. БМВ. Просто. Давай, засчитаем. Амил, Манчегорск, Андрей, БМВ Е34, Апатиты, БМВ 2, Гранн Туризм, Евгений, БМВ Х3, БМВ Х5 Е70, БМВ Х6 Петрозаводский, продается вывоз металл БМВ, Георгий, Эстония, БМВ Е60, зеленая БМВ Апатиты на обзор, Коля, Диагноз, Москва, БМВ Е60, Мурат, БМВ Снежногорск, Наталья, БМВ Е4, Норвежий, БМВ, Павел, БМВ Х6, Павел знает про БМВ Е60, всё, Рома, БМВ сервис, Рома купил БМВ 7. Массаж напиши. Даша, массаж, Таня, массаж. Ну, это тогда, когда, короче, у меня шею. Короче, когда раз у меня шею прихотел, помнишь, я несколько дней ходил, так не мог голову повернуть. Я начинаю, короче, гуглить, и думаю, дай запишусь на массаж, ну, чтобы поправили, может, хоть что-то сделали, потому что я сходил в приемный покой, мне просто выписали мазь, таблетки и ковы. И я нагуглил, нашел вот эти кировские массажи, просто их вписал, и прикол в том, что я записался на один из сеансов, но я туда не пошел, и за меня пошел Дэн. Помнишь, пришел, он сказал, я, говорит, Кассель просто оказал за консультацию, за массаж, не еще раз сделайте, я говорю, хорошо, что я туда не пошел. Бас, берем, как раз здесь, нога становится. Подожди, что я еще не сделаю, же, подожди. Наматываюсь, потом наматываюсь туда, и вот я первый портил, страшно, сейчас перекрутить, ты весь. Вот, и потом выдачу, вот. Это надо как-то застопарить, вот это, я понимаю, может, может, нас, да, подожди, вот, смотри, вот так вот, мы сейчас его потянем все вместе, вот так вот, и все. Еще накручиваем побольше. Ты туда тоже скинь пару колес. Не надо, ты. Ну, давай. Тянем, потянем, тянем, потянем. Дольче, начну, я не могу. Ну, в принципе, Игорь, правильно говорит, но мы на земле, помнишь, тоже хотели так сделать. Из-за того, что сама блока не было, у нас не получилось. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Это хороший последний кусочек, да, Бог? Да. Такую идею не гнило. Нельзя делать, пацаны. Да, гельку, посмотри. Слушай, а что, кусты повырвали все? Повырвали? Ну. И зацепиться не зашло? Да. Уже из-за гельки зацепились. Ну, так получается, да. Ну, теория хороша, но просто сидит хорошо. Ну, тросы рвутся просто, и кусты вырываются. А, и тросы рвутся? Ну, да, два раза порвали. Вяжем здесь. Я понял, понял. Хорошо, Игорь, будем пробовать. Ладно, давай, спасибо. Давай. Вы что, не смогли мы уехать? Все. Ну, просто зарывается на ровном месте. Тут блокировки и блокировки. Просто садиться на пузо. Ну, все-таки болотина есть болотина. То есть шишивку оставляем. До определенного времени не получилось. Не знаю, что зацепиться. И теперь вытаскиваем гельндваген. Ну, что, как думаешь, гельндвагеном попроще, чем шишика будет? Раставай, дам кратка. Я уже не могу, мне надоело. Дам кратка. Всегда, Коль. Ну, что, пацаны, сегодня третий день, если что. Приехали, и сразу же пошел дождь. Сразу же. Ну, хоть не человек, а то хорошо, блин. Третий день, пацаны. И у нас, какие новости, у нас идет дождь. Охранник, короче, охраняет. И с каждым днем на горах все больше и больше снега. И чтобы пацаны понимали, я вообще заболел. Сука, я за три дня заболел. Находясь здесь. Снега больше и больше. Вон, видите, там, вдали. Скоро снежок будет здесь. Хорош, хорош, хорош. Три семерочки, регион. Походу, дело не местное. В общем, им спасибо большое. Короче, приехал Субарь. Ну, ехал туда, Субарь. Я говорю, полный привод. Он говорит, да, но я на автомате тягать не буду. Я говорю, сейчас туда поеду, парням помогу, скажу им. Они тоже сидели с ним? Да, где-то. А, они сидели тоже? Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Сука, сама его туда затянет, может. Да блин, что с этим трактором-то? Вон, да. Вон, видишь, там они. Поехали. Играя, подойдет. Я веду. Он стесняется. Нет, это не наш трактор. Короче, не знаю, хорошая новость эта, но это не наш трактор. Он говорит, а что надо-то? Говорит, да там шутят, поехали. Я говорю, да ты сядешь, да у меня здесь все схвачено, все, мосты там. Я, говорит, на обед приехал. Ладно, не нашел. Я предлагаю позвонить нашему трактору, если нет, то поедем на это. Так, а что ты так долго баклавил? Да, он сказал мне вопрос, если что можно съесть. Вон, что ты разговариваешь-то? Хочешь за тебя словечка замолвать? Не надо за меня словечек замолвать. Я сам замолваю. Я предлагаю затем трактором ехать. Минут через пять, лучше шишику, пожалуйста, ладно? Поехать? Поехать сюда. Вот это да. Вот этот денек чувствуется. Я надеюсь, что трактор не уехал. Да нет, он не поедет. Что-то там конкретное все наплывало. Я уже сказал, на обед пойдет. Может, там в столовую сейчас так. Короче, ситуация какая? Нашли трактор. Трактор приехал. Но пока мы его ждали, подъехал другу трактор. Просто чистить случайно. И там парень говорит, давайте я вам помогу. Мы говорим, зачем? У нас сейчас свой трактор приедет. Короче, он сел. Мы поехали обратно. Искать тот трактор, который был первый. Который был случайный. Я надеюсь, что не уехал. Просто на ровную миссию. Агелик четко смотрится, а? Строго по одному сквоздание. Окей? У тебя есть, что-то выпустим еще. Здравствуйте. Как сделать так, чтобы человек в столовой, который кушает, узнал, что я здесь? Это тракторист, он только сюда зашел. Он сказал, я так пошел на обед. Он по идее одеться обедать будет? Вполне возможно. Ну, пройдите сами-то вдоль белых диванчиков вниз. Хорошо. Хочу. Да, я снимаю. Палку снизу. Я не буду, ты крикнем. О, вот, мужчина. Это опять я. Приятного аппетита. Пиасек. Здравствуй. Смешная ситуация. Короче, пообъясняю. Вот Шишика стоит. Вот трактор. Он взял. Это я потом скажу. Это не телевизор. Тоже кушать захотелось сейчас. Запах, да, такой-то? Я сегодня не по-завтраку, да. Ну, не знаю, как сейчас все пойдет, получится, не получится. Ну, по примере, но мы нашли второй трактор. Сейчас. Я имя, к сожалению, не знаю, не спросил, сейчас поинтересуюсь. Но, тем не менее, человек вроде как вызвался нам помочь. Мы сейчас его будем подождем там. Все, зашли, сейчас и больше. Спасибо, до свидания. Ну, что, сейчас мы похуже. Поедем туда. Алло, Вова. Да, да. Получилось? Нет. Ну, слушай, мы трактор нашли. Минут через 10-15 подъедет. Там, думаю, тросы, там, приготовьте чего, выдернуйте его. Да, готов, что тут этот одежда. Почему? Мы же там брали какие-то тросы. Здоров. Здоров. Здорово. Здорово. Короче, приедем. Давай, Иван, давай. Горы, ну чё? Ну, и, конечно. А, да? Да. Ты прямо ездил туда уже на Кульпор? Если бы не хотелось. Да. В принципе, туда даже любой паркетник проедет, в принципе. Да. А в Тереберке был? А, сейчас как раз направляюсь, да. Какой год это? Это 91-й. 91-й. Достоинство хранится там. Ну, мы это делали же. Поговорили чуть. Так, пару сварных швов. Всем удачи. Счастливо. Счастливо. Сейчас даже шапку снял. Знаешь почему? Ну, вот у меня реально, я просто весь грязный, весь грязный. Но вчера я подстригся и хоть чуть-чуть какой-то облик придать. Поехали туда. А он тогда потом туда подъедет? Да, да. Если что, я его верну. Он, в принципе, не вставит, он что-то шел к нам. А какой трактор лучше? Поехали. Давай. Че делать-то? Давай отсюда, не говорите, что подъезжал. Интересно. Иван, ну что ты, давай так, я выйду. Ну, понимаешь, получается, что я засадил, а все приехали и вытащили. Да, я хоть за рулем посижу, когда она выезжать будет. А потом ты сядешь, хоть обкатайся. Выходной? Два. Два выходных. Все, сейчас поедем, ассортивные грибы собирать. Я пойду посмотрю, как работают мосты. Я же порвелся. Он нормальный, но он рвется. А вот так слабенький. А? Ты не выйдешь, что он будет подъем. Сырой, добрый. А вот этот, молодец, нормально. Ну, два страша повезет, правильно? Мы же тоже сейчас, по идее, хотели выехать и по речке ехать. По речке-то он ехал. Это вот здесь начал заезжать и все сразу. Давай еще раз попробуем, поторой-то, держи. Блин, если порвет, не подъехай. Блин, где лом? А, вон. Чтобы уже... Давай, блядь, давай, давай, давай. Труску порветить. Ехать не хочет. Не хочет ехать. Не хочет ехать. Давай, аккуратно, аккуратно, трос не польем. Труску порветить. Давай. Давай, ну что надо, иди, а ты же камеру повредишь. Давай, металлический попробуем. Для железа просто нельзя так делать, надо заплетать его на блядь. Он опять вылетит в прошлом году, блядь. Ну, блядь, надо же заплетать друг друга, нахлани скобами, блядь. Да тихо ты, не бачь, как же появится, ты чё? Да-да! Вон! Ну, что застёк. Котень грики, так же съели здесь. Хорошо, всё будет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...